Здравствуйте, я Лилия Игликова. Если банк отказал вам в выдаче кредита, куда можно еще обратиться и как не вляпаться в историю? Говорим с генеральным директором микрофинансовой организации «Солова» Маратом Бегжановым. Марат, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, по какой причине вообще банки могут отказать клиенту в кредитовании? На самом деле у банков, у каждого банка есть свои внутренние требования. Исходя из этих требований, банки определяют, подходит клиент им или нет. Ну и, соответственно, вводя некий скорбал по каждому клиенту, банк определяет, будет ли клиент в дальнейшем платить или есть какая-то степень риска для этого банка. Соответственно, он принимает решение отказать ему или обыграть кредит. Но, тем не менее, существуют другие организации. Это микрофинансовые организации или ТОО, или ломбарды. К какой категории относятся ломбарды? Наверное, к ТООшкам, которые все же соглашаются выдать кредит. Почему соглашаются эти организации и какие есть риски у клиента? Да, все верно. На текущий момент у потребителя есть абсолютно широкий спектр компаний, которые могут предложить ему тот или иной кредитный продукт. Все зависит от потребностей и запросов потребителя. Нужна ему та или иная сумма, на какой срок, под какую ставку и на каких условиях. И если клиент получил отказ в банке, он может обратиться в МФО. Почему МФО, скажем так, есть некие стереотипы, что МФО кредитует направо и налево. То есть те клиенты, которым сегодня отказал банк, они идут в МФО и получают кредит. Если говорить о статистике того же национального банка, это не совсем так. К примеру, я могу привести цифры. На рынке МФО, рынок МФО охватывает 200 тысяч клиентов, банковский рынок охватывает 8,5 миллионов клиентов. При этом уровень просрочки на рынке МФО составляет чуть более 4%, если говорить о потребительских беззалоговых займах. По банкам эта цифра достигает 12%. То есть на лицо видно, что качество клиентов МФО намного лучше, чем качество клиентов банков. Но тем не менее МФО более охотно идут и кредитуют, более охотно идут на встречу к клиенту и кредитуют клиентов. Почему? Потому что у них есть некие, они более гибкие. То есть они могут обрабатывать те параметры, которые банки, скажем так, не берут во внимание. Условно, пришел клиент в банк, у него нет абсолютно чистой кредитной истории, либо у него, наоборот, испорченная кредитная история. Банк, видя это, у него есть свои внутренние требования, он может отказать клиенту. Потому что он видит риск на нем. МФО же, обработав другие параметры, скажем так, создав некий психологический портрет клиента, понимает, что да, действительно у клиента нет кредитной истории, либо он когда-то испортил свою кредитную историю. Но клиент уже на текущий момент платежеспособный, у него есть определенные доходы, он может, он понимает, осознает уже ответственность за деньги, и они могут его кредитовать. То есть, в этом плане МФО, они более гибкие. То есть, если кредитная история клиента испорчена, то это не навсегда, и можно обратиться в МФО. Да, все верно. Но тогда другой вопрос. В чем принципиальная разница между МФО и ТО? И как различить клиенту, где какая организация? Ну, различить МФО и ТО достаточно просто. Есть некие, есть даже не некие, а есть реестры Национального банка, которые включают в себе только те микрофинансовые организации, которые прошли проверку со стороны Национального банка, и Национальный банк дал им некое согласие, добро на их деятельность. То есть, любой потребитель может зайти на сайт Национального банка, зайти в раздел Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг и найти любую информацию о любой компании, которая является, которая работает под эгидой Национального банка, скажем так. Что касается ТО, да, есть такой момент, что есть у нас положение Гражданского кодекса, которое позволяет выдавать займы абсолютно любым лицам. То есть, даже условно, мы с вами хорошо знакомы, мне понадобились деньги, я могу к вам обратиться за помощью, мы с вами заключаем условно какой-то договор займа, вы мне даете деньги под проценты. Это любое лицо может выдавать кредиты, как физлицу, так и юрлицо. То же самое ТО, ТО работают в рамках Гражданского кодекса. Они могут выдавать займы, и до недавнего момента их деятельность, скажем так, абсолютно никак не регулировалась. То есть, она регулировалась лишь тем, что была статья 718 Гражданского кодекса, которая говорит о том, что договоры займа можно выплачивать с вознаграждением. На текущий момент, с июля этого года, Национальный банк ввел новые положения, которые некоторым образом ограничивают деятельность данных компаний. То есть, это ограничение поставки максимальной 100% годовых в день, это ограничение по пине 0,5% в день, и это ограничение по переплате. То есть, не более одной суммы займа, сверх того, что клиенту уже выдали. Это что касается ТО, это так называемая компания, которая работает до зарплаты, выдают займы до зарплаты. На короткие сроки, до месяца и небольшие суммы. Что касается МФО, есть отдельный закон об МФО, который четко регламентирует требования и условия их деятельности. Начиная от ставки, не более 56% в год, эффективная ставка, и заканчивая таким положением, как максимальная сумма займа не более 8000 МРП, на текущий момент это около 20 миллионов тенге. А также этот закон четко регламентирует права и обязанности сторон, то есть заемщика и кредитора. Вот в этом ключевое отличие МФО от ТО. Марат, ну вообще мы, конечно, все слышали об огромных процентах, которые требуют с клиента при выдаче кредита вне банковской системы. Но мне, например, казалось, что это и есть гарантия покрытия рисков, ведь клиент не всегда может оказаться платежеспособным. Ну, если говорить в таком ключе, можно привести в пример ситуацию 2007-2008 года, когда, скажем так, основная часть населения попала в волну финансового кризиса, когда многие люди, когда были доступны для абсолютно всех банковские продукты в виде кредитов беззалоговых, залоговых, ну, скажем так, тот же Альянсбанк в свое время на любой остановке выдавал банковские займы. И люди, еще у нашего населения не сформировалась культура потребления денег. То есть люди не осознавали ответственности, что завтра придется возвращать и возвращать с каким-то процентом. И, скажем так, ринулись брать эти займы. В итоге они, ну, многие из них, скажем так, потерпели крах. Все зависит от того, насколько человек финансово грамотен и насколько он осознает последствия. Если говорить о, скажем так, о выборе клиента, то здесь у него есть широкий выбор. От него зависит, что он хочет и что он получит. Если говорить о степени защиты потребителя со стороны государства, то на текущий момент я могу с уверенностью говорить, что Альянсбанк более чем обеспечил методы защиты для потребителей финансовых услуг. Есть нормативно-правые акты, есть отдельное у них подразделение, которое занимается именно защитой потребителей. И они очень оперативно и своевременно реагируют на любые жалобы со стороны потребителей. Если у потребителей есть сомнение, что та или иная финансовая компания ущемила его права, он вправе в любой момент написать жалобу в Национальный банк. И, соответственно, Национальный банк предпримет свои действия по отношению к данной финансовой компании. Еще один вопрос касается цифровизации при выдаче кредитов. Что это принципиально меняет? На самом деле цифровизация очень кардинально меняет не только финансовый рынок, она кардинально меняет всю структуру экономики государства. Не зря государством была принята программа «Цифровой Казахстан». Как раз таки цифровизация – это тот инструмент, который позволит максимально оптимизировать процессы, при этом позволит максимально охватить всю территорию. Как вы знаете, у нас территория… Мы занимаем девятое место в мире по территории. При этом показатели нашей плотности населения очень низкие. Это 6 человек на 1 квадратный километр. Таким образом, есть какие-то населенные пункты, которые, скажем так, не имеют возможности воспользоваться традиционными методами финансовых услуг кредитования. Ну то есть ехать в какой-то банк, обращаться к клиенту далеко, и он может все это сделать онлайн. Все это может сейчас он сделать онлайн. Как раз таки цифровизация помогает предоставить услуги тем, тому населению, которое отрезано от, скажем так, от каких-то крупных городов. А как это происходит технически? Допустим, онлайн одобрили мою заявку, и как я получу деньги? Все очень просто. Имея лишь счет в банке, либо карту, вы можете получить деньги дистанционно на свою карту, либо на счет. И тогда нельзя не спросить о рисках при использовании цифровой подписи при оформлении кредита. Ведь всегда есть риск, что вашей электронной цифровой подписью воспользуется кто-то другой и повесит долги на вас. Вот в вашей практике уже такие долги бывали или нет? И что делать, если вдруг такое случилось? Куда обращаться? Вопрос действительно актуальный и нужный. Любая инновация, она, скажем так, влечет, несет вместе с собой какие-то новые возможности для тех же мошенников. Что касается электронной цифровой подписи, я могу сказать, электронная цифровая подпись у нас существует в Казахстане уже 13 лет. С точки зрения законодательства, она уже максимально зарегламентирована. Что касается методов защиты, то я могу также с уверенностью сказать, и статистика говорит о том, что да, это действительно так, что электронная цифровая подпись, она максимально, скажем так, она имеет наибольшую степень защиты от мошенников. Если говорить о статистике, вот не только в рамках нашей компании, но также в рамках финансового сектора, я еще не видел ни одного случая, когда мошенники смогли воспользоваться электронной цифровой подписью и получить займ, скажем так, на основное лицо. Что касается методов защиты и последствий, в случае, если такие моменты рано или поздно, возможно, они произойдут, любой потребитель имеет право обратиться к правоохранительным органам. В рамках МВД и Комитета национальной безопасности есть отдельное подразделение, которое как раз-таки занимается преступлениями в сфере интернета. Элементарно. Потребитель подает заявление, правоохранительные органы реагируют, проводят служебное расследование, находят виновных и, скажем так, применяют к ним какие-то те или иные меры воздействия. Ну вот смотрите, у вас микрофинансовая организация. Если вдруг к вам обращается человек и говорит, что на нем оформлен кредит, но он этих денег не получал, ваше действие? Наше действие, в первую очередь, мы рекомендуем, мы будем рекомендовать, у нас таких случаев не было, я сейчас сразу оговорюсь, мы будем рекомендовать нашему клиенту обратиться к заявлению правоохранительных органов. Любое, скажем так, преступление, любое нарушение прав должно расследоваться соответствующими органами. Но в ходе расследования, по мере расследования, этот человек обязан будет выплачивать кредит? Если имеется заключение правоохранительных органов о том, что действительно имел место факт нарушения или преступления, мы можем приостановить начисление дальнейшего начисления процентов и заморозить неким образом задолженность до выяснения, уже до вынесения окончательного решения. Если говорить о том, что мы будем предпринимать, это заморозка тела задолженности, то есть заморозка начисления процентов и ожидание вынесения заключения составных правоохранительных органов. В случае, если будет заключение, дальнейшее действие, как то исправление кредитной истории, допустим. Понятно, что дело, что потребитель пострадал от неправомерной действий другого лица. У него испортилась кредитная история. Это произошло не благодаря тому, что он в чем-то виноват, а благодаря действиям третьих лиц. Естественно, что мы предпринимем все действия для того, чтобы эту ситуацию урегулировать. Как с клиентом, так и с кредитным бюро, куда ушла информация о том, что этот займ находится на просрочке, и этот клиент испортил кредитную историю. То есть, есть какие-то случаи, когда микрофинансовые организации берут риски на себя. И есть другие случаи, когда долги списываются клиентам. Если можно, еще об этом расскажите. Если говорить о последствиях, то финансовая компания, имея на руках заключение правительственных органов о факте неправомерного использования персональных данных того или иного лица, потребителя, может пойти на встречу клиенту и списать те же начисленные штрафные санкции, списать вознаграждение. Но в любом случае сумма основного долга подлежит возврату. Само собой, если в рамках судебного уголовного расследования будет установлено, что виновны третьи лица, эта задолженность будет накладываться на этих третьих лиц. И изыскивать задолженность будут с этих третьих лиц. Не с лица, который является в данном случае потерпевшим, а именно с виновных лиц. Спасибо вам за интервью. Спасибо.